Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж А мы продолжаем И у нас продолжается Наша драг-битва Между тремя вазами Это Ваз 2106 То есть турбо На карбюраторе Мегасоликс С параллельным открытием На канале об этом есть видео Отдельно, кому интересно, можете посмотреть На который будет ездить Николай 2106 Атмо Юрия И 2109 Тоже Атмо И вот Соответственно на все эти данные Три проекта Я в них принимаю участие 2109 я полностью Готовлю Там по 2106 Турбо Николая Я готовлю головку блока Готовлю карбюратор Мегасоликс И моя еще задача будет состоять в том Чтобы это все дело настроить И чтобы оно поехало нормально Потому что Чтобы карбюратор Там будет своеобразный По своему доработанный Мегасоликс Чисто под турбо И в проекте Юрия 2106 Атмо Я только дорабатываю головку блока Все остальное Там он полностью сам собирает Все полностью сам готовит Сам настраивает То есть я только чисто Дорабатываю ему головку блока Вот у нас классическая головка блока Она уже полностью доработанная Обслуженная Сейчас я вам это все дело покажу И расскажу По головке блока У нас каналы доработаны Вот Впуск у нас 33 миллиметра По всей длине Выпуск у нас 30 миллиметра По всей длине Направляющие мы оставили старые Они более-менее живые По клапанам у нас Стоят новые клапана Потому что старые были Ушатанные Также Юрий решил перестраховаться Шлифанул плоскость То есть головки блока Для того чтобы это все нормально обжалось И это все дело уже доработано Обслужены установлены Новые сальники клапанов Клапаны притерты И все Ее можно уже накидывать И на головку Ой на двигатель На блок И уже наваливать Кто смотрит недавно Хочу разъяснить Для чего же Нужно дорабатывать Каналы в головке блока Это самое главное Самая первая очередная Доработка Другие доработки Грубо говоря Без нее не имеют смысла Потому что Через каналы головки блока Все заходит и выходит То есть А с завода Каналы головки блока У нас зажатые И кривые То есть Их завода Как отлили Так и забыли Двигатель не может Нормально Ни вдохнуть Ни выдохнуть После доработки Каналам придается Правильная форма Размеры поверхности В результате Двигатель устает Легче дыхать И выдыхать От этого У нас увеличивается Мощность Улучшается Динамика разгона А также Из-за того Что дверь устает Легче дыхать И выдыхать Падают потери КПД Соответственно Падает расход То есть В результате Машина вает лучше Но жрет меньше Часто задаваемые вопросы Сколько дает Там типа Приход Доработка головки блока Сильно ли повалит машина Сама по себе Доработка каналов Дает плюс 15% В мощности Но Фишка в чем Когда Вы Будете делать Другие доработки Этот процент Будет увеличиваться То есть Приведу пример Допустим Вы Зарядили Поставили Спортивный распредвал То есть Поставили там Хорошую систему питания Допустим Хороший карбюратор Или там Четырехдроссель Там Не важно Вплоть даже до турбо То есть Хорошую систему питания Вы поставили Хороший выхлоп Там пауки Там банки Резонаторы Там не важно Хороший выхлоп Вы даже увеличили Допустим Объем Но Если вы при этом Оставите каналы Головки блока Нетронутые Все ваши доработки Грубо говоря Будут мало Давать прихода Так как Толку от того Что допустим Впуск подает Если оно не может Пройти через Пускной канал Толку от того Выхлопа Доработанного Если оно не может Пройти изначально Через выпускной канал Толку от того Объема Если оно не может Нормально Зарядить Опять же Продуть через каналы Чтобы зарядить Даже тот объем Который у вас был ранее Не то что уже Увеличенный объем Поэтому все начинается с доработки канала головки блока. И, допустим, если вы эту доработку, к примеру, вы все доработки сделали, но головку не сделали, к примеру, у вас, я так не буду точнее цифр, к примеру, ваши все эти доработки, там, допустим, поставили спортивный распредвал, там увеличили объем, там, допустим, поставили хорошее питание, у вас будет, к примеру, 100 лошадей. И когда вы в этот момент пропилите каналы в голове, тогда ваш потенциал всех доработок раскроется, плюс сама доработка каналов даст, и вы, допустим, можете получить в зависимости от злости распредвала 140, 150, 160 лошадей. То есть, а если, допустим, на полностью стандартном двигателе вы доработаете только саму по себе головку блока, ничего не меняет, это вам даст только 15% мощности. То есть, я имею в виду, если сама по себе доработка головки блока, она не даст там супер-супер дикий приход, но дело в том, что даже если просто у вас городская стритовая машина, неважно даже для спорта, их нужно дорабатывать для того, чтобы оптимизировать работу двигателя, потому что с завода из-за того, что они зажаты, двигатель эффективно не работает, у вас идет перерасход топлива, и нет даже динамика той, которая должна вообще быть изначально в этом двигателе. То есть, поэтому все начинается с доработки канавала в головке блока. На канале есть много видеообзоров про доработку разных головок блока для разных автомобилей, то есть, я этим занимаюсь уже практически 15 лет. Но в данном случае, вот я же говорю, я для проекта 2706 Atma Юрия сделал все, что от меня зависело, грубо говоря. Теперь все у нас за Юрием. Я ему отдаю эту головку блока, которую уже можно ставить. Ну, посмотрим, что он покажет, какой результат с его остальными доработками. Напомню, что он принципиально остается на классическом карбюраторе 2107. Он не хочет не переходить ни на какие другие карбюраторы, ни на Solix, ни на Solix доработанный. Выхлоп тоже он оставляет недоработанным. То есть, из доработок там будет пропиленная голова и распредвал АКБ-двигатель 680, ну, который, ну, я бы не сказал, что это спортивный распредвал. Как по мне, это, даже я не знаю, потому что для меня, ну, это, потому что это легкий город, будем так говорить. Потому что я езжу каждый день на повседневе. У меня валы, допустим, по 300 фаза, а для спорта 320. В АКБ-680, там фаза, грубо говоря, там 280, там с копейками. То есть, ну, это далеко, как бы, я считаю, от спорта. Хотя бы, чтобы считать, я, это в моих понятиях, допустим, чтобы считался распредвал спортивным, надо, чтобы была фаза минимум 300. Потому что подъемы, там, перекрытия, это все такое. Все зависит, в первую очередь, злость распредвала от фазы. Поэтому для того, чтобы реально машина валила, ну, я считаю, что, ну, это для меня 300. Для остальных, для того, чтобы ездить каждый день и наваливать, хотя бы 290 надо, мать, иметь фазу. То есть, ну, я журю. А чтобы считать распредвал спортом, это надо иметь фазу 300. Все, что меньше 300, я вообще на распредвалах меньше фазы 300 вообще даже не езжу. То есть, я вот, там, много лет ездил, там, РС-62, там, фаза 311,5 подъем, 2,7 перекрытия. То есть, я к нему привык. Для меня это уже был как обычный спортивный, ой, как стандартный распредвал, там, особо не ощущал дискомфорта. То есть, даже на распредвалах, там, с фазой 320 я наваливаю, даже каждый день могу ездить, я привыкаю. Другие люди, конечно, не смогут ездить на таких фалах. Но, опять же, чтобы вал хорошо работал на повседневе, нужно для него и хорошую систему питания. Ну, посмотрим, как это все дело повалит. Юрий нам там обещал, что будет 10 секунд до сотни, посмотрим. Ну, грубо говоря, я журю, там из доработок у нас только каналы в голове и низ 1.6. Ну, как бы, я не считаю это доработкой, это просто, как бы, просто низ 1.6. То есть, из 2 доработки, грубо говоря, за которых машина будет ехать. Это каналы в голове и распредвал, как бы, 2.680. Допустим, в 2109 у нас из доработок будет всего-навсего, грубо говоря, из 2 доработки, за которых машина будет ехать. Это Solix Sport 2528 и также доработанные каналы в голове. Ну, посмотрим, интересный будет заезд между ними. Тем более, Юрий профессионал, он давно за рулем, а владелец 2909 еще ни разу не участвовал в соревнованиях. Ну, будет интересно. Допустим, у Николая там на Turbo, там у него, конечно, стандартный распредвал пока что, но у него тоже будут каналы доработаны. Turbo, само собой, объем 1.7 и, соответственно, будет Mega Solix, который, я думаю, это все дело, я это все дело хорошо настрою. Ну, посмотрим, потому что у Николая проект такой, так сказать, экспериментальный. И посмотрим, как оно повалит. Ну, я думаю, что должно повалить. Ну, посмотрим, потому что я лично даже не знаю, как эта машина каждая поедет. То есть, потому что 2909 неизвестно, как поедет она с тем павуком Subaru Sound. Юрия, ну, примерно я догадываюсь, как поедет, потому что я против него гонял на такой конфигурации. То есть, у него была такая конфигурация примерно, а я на 2909 против него гонял, я знаю, как примерно она поедет. У Николая тоже непредсказуемо. То есть, как бы, такой самый более стабильный проект, ну, как бы, это у Юрия. Ну, посмотрим, что в итоге у нас получится. Я думаю, что будет интересная заруба. Так что, в комментариях пишите, за кого вы болеете, за кого, на кого ставите ставку, кто из них выиграет. Так что, кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем спасибо за внимание, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok